Мы, значит, с вами находимся в кабинете Леонида Витальевича Судьбинова. В этом кабинете и в этой квартире прошла вся моя жизнь. Папа здесь жил с 21 года по 34, по год своей смерти. Квартира сохранилась в том виде, в каком она была при жизни папы. Ее бережно хранила мама, и мы с дочкой теперь тоже стараемся сохранить все так, как было. Дом этот, конечно, мне очень дорог. В нем прошла моя жизнь, и самые прекрасные годы были, годы жизни моего отца. Дом всегда был полон народу. Здесь всегда были друзья, здесь всегда были коллеги, здесь всегда приходили сюда советоваться, приходили сюда учиться. И главное, что меня всегда поражало, что папа тоже всегда учился. Вот день начинался с того, что он вставал и подходил к роялю и распевался. Потом приходил концертмейстер Николай Николаевич Крамарев, и они проходили то, что в данный момент особенного было нужно для концерта, для предстоящего спектакля. Все было подчинено его творческим каким-то планам. Потом приходили молодые какие-то артисты, которые пели, показывали свои возможности. И вот в этой атмосфере я жила. Я очень счастлива. Счастлива тем, что я все-таки хоть немного, мне было 14 лет, когда я не стала папой, но все-таки я соприкоснулась с его творчеством. Первое мое самое большое впечатление, это был спектакль Евгения Онегина, где папа пел Денского. Вот его портрет, который он мне, правда, подарил, это не в тот год, когда я первый раз видела, а немножко позднее, когда я уже была более сознательной. Где я с благодарностью кинулась к нему после спектакля. А первое мое посещение спектакля Евгения Онегина было более для меня драматическим, потому что я никак не могла пережить, что Онегин убил Ленского. Я очень горько плакала, была страшно поражена этим. И когда потом, это был утренний спектакль, днем к нам пришли, как всегда обычно, после спектакля исполнители партии, друзья, то когда вошел Минеев, который пел партию Онегина, я отказалась с ним поздороваться. Папа стал меня уговаривать, просил. Я плакала и говорил, нет, я не буду с ним поздороваться. Он обидел папочку, зачем же я буду с ним поздороваться. Вот у меня, значит, моя первая реакция на спектакль Собинова. Ну, с образом Ленского связана вся биография Собинова. Это всем известно. Модест Ильич Чайковский говорил, что как жаль, что Чайковский не дожил до такого Ленского, о котором он мечтал, но возможность которого он не верил, что может быть такой Ленский. Вот Ленский такой появился. С кудрями черными до плеч и всегда пленительной речью. Ну, я видела довольно много спектаклей с папой. Травьяту я видела, и Ромео я видела. Но вот как раз о Ромео мне очень много рассказывали. Папа рассказывал о том, как он ездил в Италии, по городам Италии, искал подходящие материалы для костюмов. Смотрел картины, которые могли бы его натолкнуть на внешние решения образа Ромео. Поскольку тогда, ну, в те времена дореволюционный художник не так тщательно относился к костюму. Ну, так были какие-то стандартные представления о том, как должен быть одет Ромео. Собинова это не удовлетворяло. Он всегда хотел найти подлинность, то, что помогало образу. И поэтому, например, Собинова, вот эта статуэтка, сделанная скульптором Судьбининым, Ромео. Это подлинный костюм Собинова. И вы обратите внимание, ярко-рыжий парик. Оказывается, папа обнаружил, что молодые люди тех времен, описанных Шекспиром, красили волосы в рыжий цвет. Это было модно. И поскольку Ромео относился к такой очень светской молодежи, то он и решил, что Ромео должен быть ярко-рыжим. И вот сохранился этот вот такой подлинный по цвету. Сам костюм находится в Бахрушинском музее, парик. Он находил разные детали подходящие. Вот, например, для последнего акта трагического Ромео у него был такой кинжал. Который он тоже привез из Италии. У него уже для того акта были вот эти четки. Тоже тех времен. Настоящие четки. Это все сохранилось у нас пока дома. Ну, я еще очень хорошо помню рассказ о Леонгрине. Ведь Леонгрин, опера Вагнера, которая всегда считалась таким героической оперой, рыцарь, воинствующий Леонгрин, приходил защищать Эльзу, особенно обнаружил, что это легенда кельтского происхождения, а не германского. И что образ более нежный, что он, это образ, который несет тепло, добро, свет, лучезарный. И вот Мясоедов на своем портрете вот Собинова в Леонгрине таким изобразил. Собинов очень тщательно относился к тексту опер. Ему очень важно было. Поэтому он заказывал обычно для иностранных опер переводы специальные. Коломийцев ему делал перевод Нойонгрина заново. Он сам переводил оперу, он перевел оперу «Богема», которую он ставил как режиссер. Это единственный его режиссерский опыт, еще дореволюционный, он поставил оперу «Богема». А дальше уже он занимался, ну он был директором одно время Большого театра, первым выборным директором после революции он был в Большом театре. Потом он еще раз возвратился к административной этой должности. Но он понимал, что это ему мешает творчеству, поэтому он больше отказался, подал заявление, что он не может совмещать свое творчество с административной работой. Что же еще я могу сказать? Вот работа над образом Орфея. Орфей был потрясающий спектакль, редкостный. Это бенефис хора Мариинского театра, в котором сплелись такие имена, как постановка была Мейрхольда, художник был Головин, балетмейстер был Фокин и Орфея пел Собинов. Партия Орфея глюком написана была сперва для тенора, но потом по своей трудности тенора не пели ее и пела контральто. А Собинов вернулся к первому варианту глюка. И вы вот посмотрите, какой был Собинов в этом спектакле Мариинского театра. К сожалению, фотографий подлинных не сохранилось, то есть них просто не было. Есть только зарисовки художницы Андерса. Но этому предшествовала очень большая работа Собинова. Он изучал пластику греческих горельефов. Для него его друг, скульптор Михаил Аркадьевич Керзин делал специальные зарисовки пластические, типичные для времен мифологии. Вот это все служило материалом его. Плюс работа замечательная художника Головина, которая украшала этот спектакль. И в результате этого спектакля Собинова был подарен благодарственный адрес, тоже с рисунком Головина и с подписями всех участников спектакля. Тоже красоты необыкновенной. Спектакль, говорят, был удивительный, но он прошел не так много. Началась война 2014 года, и уже спектакль перестал идти. Ну, я еще хочу вам сказать, что вот то, что вы видите здесь, еще раз повторить, это, в общем, все так сохранилось, как и было при жизни моего отца. Стоит рояль, который выбирал Рахманинов, с которым папа дружил, который писал для него специально романсы. Ветер перелетный, но погоди. И тут сохранилась и столовая, в которой собирались Собиновские друзья. Он очень дружил с Василием Ивановичем Качаловым. Они оба писали стихи, и друг друга очень любили читать стихи. Василий Иванович читал свои стихи, особенно в химну свои стихи. Они вообще где-то были очень внутренне близки и дружны. Ну, и старшее поколение художественного театра бывало здесь. Москвинь, и Тарханов, и Книпер-Чехова. И здесь бывало так называемое младшее поколение. То есть теперь уже, к сожалению, старшее поколение, в котором осталось не так много людей в живых. Это Андровская, Баталов, Кмелев, Марк Савчич Пруткин. И вот они устраивали тут веселые застолья. Очень любили, когда Собинов им пел. Михаил Михайлович Яншин вспоминал, например, что он всегда любил петь, я не знаю, кого это, итальянскую какую-то песенку, собирались гранды по вопросам чести. И все ему подпевали. Вообще здесь было всегда людно, весело. И меня всегда поражало, что когда я шла по улицам вместе с папой, то его всегда всепочтительно и радостно приветствовали. Даже те, кто, по-видимому, не был с ним знаком. Они все улыбались, они радовались тому, что идет Собинов. И я всегда это чувствовала, вот эту любовь. И до сих пор меня в Большом театре, вот старые работники Большого театра встречают настолько трогательно, настолько, ну, удивительно. Причем, конечно, они встречают не меня, они встречают меня, потому что я имею отношение к Собиному, к которому они сохранили преданную любовь за его удивительное, чуткое, доброе сердце, за его доброту, за его безотказность. Ведь он бесконечно помогал всем и вся, чем только мог. Хватит. Что я буду говорить о том, что он делал бесконечные благотворительные концерты, что он кончал Московский университет, понимаете, ну, это смешно, я вам буду рассказывать. Я даже подумала, вот сейчас, пока я говорила, я подумала, может быть, мне рассказать о том, что, скажем, я работаю в ГИТИСе, который находится... Я вот наружно далеко положила. Хорошо, хорошо, хорошо. Пожалуйста. В нашем доме была одна самая дорогая для нас гостья, которую папа бесконечно любил, любил как человека и как свою партнершу. Он считал, что лучше, чем Снеждановой. Ему не с кем петь. У них сливались голоса. Они пели как одно целое. И Антонина Васильевна очень любила петь с папой. И папа очень любил петь с Антониной Васильевной. Хотя он пел и с другими очень хорошими певицами, и с Валерия Барцева и так далее. А вот это фотография Антонины Васильевны Неждановой, которая всегда висела в этом кабинете. И у Антонины Васильевны тоже всегда висел портрет Собинова, стоит бюст Собинова, потому что их творчество было связано неразрывно. И Антонина Васильевна, прожив жизнь более длинную, чем мой папа, всегда сохраняла нежность и любовь к нашему дому, за что я ей бесконечно благодарна. Собинова, а мы посмотрим и послушаем. Светлана, скажи первое свое. Да, конечно. Первое то, что вы хотите сказать здесь, а потом уже можно, вспоминая, можно уже обращаться к нам. Мне бесконечно дорога память о Леониде Витальевиче Собине. Мне дорог его дом. Мне приятно прочесть мои воспоминания о великом артисте в комнате, в которой он работал и где он впервые принял меня весной 27-го года. Для нас учащейся молодежи начала 20-х годов имена... Таким образом мне пришлось свалить на свои плечи, исполнять весь тот репертуар, который исполнял Шаляпин. Это весьма лестно, но очень ответственно было. Тем более перед той публикой, которая видела еще не так недавно Шаляпина. Мой переезд в Москву сблизил меня с такими замечательными, можно сказать, тоже легендарными исполнителями, как Собинов и Нежданов. Вот, начиная с 30-х годов, мы встречались. В особенности, когда состоялся первый юбилейный спектакль Антонины Васильевны Неждановой в 1933 году, по-моему, если не ошибаюсь, в 1933-1932. Были поставлены отрывки из опер Травиата и еще какой-то спектакль. Мой переезд в Москву на постоянную работу сблизил меня. Мой переезд в Москву на постоянную работу в Большом театре сблизил меня с такими замечательными, легендарными перцами, артистами, как Леонид Витальевич Собинов, Антонин Васильевны Нежданова. И особенно, когда в 1933 году в Большом театре был юбилейный спектакль Неждановой «Травиата» и «Царское невесто». В «Травиате» я исполнял небольшую такую маленькую роль, по желанию Антонины Васильевны, которая меня просила исполнить эту роль, доктора. После этого спектакль был устроен у нее на дому большой прием, где участвовали большое количество артистов, работающих и в театре, и в драматическом театре. Мы часто встречались, она говорила о работах над своими образами, и в частности я говорила об образе Эльзы Лоенгрине, Ромео Джульетта. Что она очень большое внимание обращала на постижение образа, на раскрытие его, которое помогало ей работать, знаменитая артистка Ермолова. В дальнейшем мы часто встречались, наши беседы были посвящены прошлому и настоящему театру, театру, оперному спектаклю, на как работать нужно молодежи. Вообще это общение очень обогащало, в особенности молодых певцов, артистов, которые желали многое знать, прошлое о театре, о его становлении. Точно так же и с Леонидом Витальевичем Собиновым. Мы встречались домами у него, у меня встречались. Помню один вечер незабываемый, когда я тогда еще жил на Большом Каретном переулке. Пришли в гости ко мне Леонид Витальевич с своей супругой Ниной Ивановной, Антонина Васильевна с Головановым пришли. Долго засиделись, до позднего утра, до рассвета, чуть ли до пяти часов. Чутная была такая погода, утро, это летнее время. Мы решили пройтись по Садовому кольцу. И вдруг вспомнишь, что здесь нежелеку живет Юрий Михайлович. Ну как же не зайти? И вот наша беседа о театре продолжалась. Вот такие общения и так обогащали каждого. И такое оставляли глубокое впечатление. Ах, вы тоже рассказать хотите? Да, пожалуйста. Понял. Очень интересные встречи были с Леонидом Витальевичем, который говорил о том, как он работал над образом. Как он искал точность эпохи, костюма, грима, особенно над Леонгрином. И вообще его рассказы, когда мы были вот в таком, понимаете, ну как вам сказать, когда мы сидели за столом, за столе было. Это был душа общества, очень много интересного рассказывал, веселый, читировал свои стихи, он очень много писал стихов. Интересный человек, доброжелатель, молодежи очень любил. А мне вспоминается один интересный случай, когда мы отдыхали в доме отдыха в Поленово. Он там лето отдыхал. И как-то ему вздумался, он сам волжанин. И говорит, ах бы, поесть бы. Субтитры создавал DimaTorzok Казалось, что наша встреча не первая, а по меньшей мере сотая. Спектакль прошел с огромным подъемом. Киеву от всего сердца приветствовал великого артиста, и овациям в его честь не было конца. Для меня этот спектакль остался памятным на всю жизнь. Свою любимую партию Онегина я впервые спел с лучшим создателем образа Пушкина и Чайковского с Леонидом Витальевичем Собиным. Осенью 27-го года я вернулся в Большой театр. Я счастлив, что много раз был партнером Собиного в спектаклях. Евгений Онегин, Травиата, Ромео Джулетта. Леонид Витальевич ввел меня в концертно-исполнительскую жизнь, предложив мне участие в его сольном концерте. Этот концерт состоялся 28 января 1928 года в Ленинграде, в Большом зале филармонии. Близкое общение с великим артистом и в театре, и в жизни благотворно повлияло на мое артистическое развитие. Леонид Витальевич вносил особый подъем в каждое свое выступление. Говоря словами Станиславского, его душа всегда была одета. Случайных, безразличных выступлений Усобинова не было. Его творческий энтузиазм заражал всех окружающих. Спектакль с участием Собинова становился праздником. И снова я здесь. Я здесь сижу в том же кресле на том месте. И снова я сижу в том же кресле, как и полвека тому назад. И снова я здесь, сижу в том же кресле, как полвека тому назад. А напротив сидит Светлана Леонидовна на том месте, где сидел Леонид Витальевич. Для нас учащейся молодежи... А разговор со Светланой? Так он же записан. Нет, предыдущий. Он записан же, предыдущий. Все хорошо. Все там было хорошо. Там ничего не было. Для нас учащейся молодежи начала 20-х годов... Для нас учащейся молодежи 20-х годов имена Собинова, Неждановой и Шаляпина были высочайшей вершиной вокального искусства. Мы не могли мечтать о возможности достигнуть этой вершины, но каждый из нас стремился упорным трудом идти в своем развитии к желанной цели. Мы часами слушали граммофонные записи корифеев русского оперного искусства, изучали биографии великих артистов, жадно вчитывались в подробности их творчества, в то, как они совершенствовали свое вокальное мастерство, как создавали свои неповторимые вокально-сценические образы. Впервые Леонида Витальевича Собинова я услышал в сезон 25-26 года, когда я был принят солистом оперы в Большой театр. В этот сезон я не пропустил ни одного спектакля с участием Леонида Витальевича. Выступал он в спектаклях Большого театра часто. Ленский, Леонгрин, Ромео, Альфред, Дегриет. Каждый образ поражал глубиной, предельной правдивостью и необычайной красотой вокального и сценического воплощения. Видный советский театровед Сергей Николаевич Дурылин так высказался об искусстве Собинова. Одним из русских артистов музыкального театра, у которых западным мастерам пения пришлось учиться художественной правде, был Леонид Витальевич Собинов. Но Собинов не был русским итальянцем в пении. Владея искусством Бельканто, Собинов внес в это искусство глубокую взволнованность русской души, внес в него все то, чем жило русское искусство со времен Щепкина. После каждого спектакля Собинова я несколько дней оставался под обаянием слышанного и увиденного. Следующий сезон 26-27 года я служил в Харькове и Киеве. Это было начало украинизации оперных театров Украины. Все спектакли шли на украинском языке. Узнаем, что Леонид Витальевич приедет из Харьков на спектакли «Люенгрина». Общественность украинской столицы устраивает Собинову торжественную встречу. На вокзале представителей правительства Украины, общественных организаций и артисты оперного театра. Начинаются приветственные речи, которые произносятся только на украинском языке. Берет ответное слово Леонид Витальевич и произносит блестящую речь на украинском языке с прекрасным произношением. Присутствующие поражены. Оказывается, получив приглашение спеть спектакли на Украине, Леонид Витальевич не только выучил партии «Люенгрина» и «Ленского» на украинском языке, но досконально и тщательно изучил украинский язык и свободно овладел им. Здесь, в Харькове, как и в Москве, мне не удалось познакомиться с Леонидом Витальевичем. С января 1927 года я работаю в Киевском театре. Мне поручают подготовку партии «Онегина» и сообщают, что «Ленского» приедет в Петсобино. Спектакль «Евгения Онегина» назначается на 20 февраля. Театр и весь театральный Киев с нестерпением ждет приезда Сотнова. В театре идут репетиции «Онегина». Леонид Витальевич приехал только накануне спектакля. Никакой репетиции провести с участниками спектакля он не мог. И мне, исполнителю партии «Онегина», предстояло встречаться с великим артистом прямо на спектакле. 20 февраля 1927 года. Я прихожу на спектакль за два часа до начала. Рядом с моей уборной была артистическая уборная Леонида Витальевича. Он уже был в театре. Не жив, не мертв, я начинаю гримироваться. Перед самым началом спектакля вдруг слышу звонкий голос. «А где же мой Онегин?» Стук в дверь, входит Леонид Витальевич Собин. «Мой Онегин?» «Приятно познакомиться. Я ваш Ленский». Увидя мое смущение, Леонид Витальевич начал объяснять, почему он опоздал, всячески стараясь вывести меня из состояния чрезмерной взволнованности. Через несколько минут я совершенно успокоился, и мне казалось, что наша встреча не первая, а по меньшей мере сотая. Спектакль прошел с огромным подъемом. Киев от всего сердца приветствовал великого артиста, и овациям в его честь не было конца. Для меня этот день остался памятным на всю жизнь. Свою любимую партию «Онегина» я впервые спел с лучшим создателем образа Пушкина и Чайковского с Леонидом Витальевичем Собиным. Осенью 1927 года я вернулся в Большой театр. Я счастлив, что много раз был партнером Собинова в спектаклях Евгения Негин, Травиата, Ромео Джулета. Леонид Витальевич ввел меня в концертно-исполнительскую жизнь, предложив мне участие в его сольном концерте. Этот концерт состоялся 28 января 1928 года в Ленинграде в Большой зале филармонии. Близкое общение с великим артистом и в театре, и в жизни благотворно повлияло на мое артистическое развитие. Леонид Витальевич вносил особый подъем в каждое свое выступление. Говоря словами Станиславского, его душа всегда была одета. Случайных, безразличных выступлений у Собинова не было. Его творческий энтузиазм заражал всех окружающих. Спектакль с участием Леонида Витальевича Собинова становился праздником. Один Г nichил. Минутうち и финал получился. Финал лучше. С equalityю. Да, финал хороший. А вот здесь. Вам жалко. А? Я смотрю, Вы раскраснули. Ну здесь, из вас, разу, 35. Вот самое飛'. Нагреваем? Продолжение следует... 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 Здесь как бы компонент и слова, и звук, и внутреннее ощущение образа, раскрытие его, внутреннего мира этого образа. Конечно, сочетание отсюда и появлялось представление и внешней его черты. Он обладал замечательной чертой, как художник. Он прекрасно гримировался. Перечислять его образы. К сожалению, я это говорю на основании того, что я знаю о нем, что я читал. Мне лично не приходилось его слышать, но он оставил след настолько, что это не только отражено, так сказать, в литературе, в музыкальной литературе и вообще в литературе, но это даже после его отъезда за рубеж осталась вся та же атмосфера, которая была при нем. Минуточку. Поступив на оперную сцену, мне кажется, не только я, каждый певец думал о том, что единственным маяком служил для исполнения каждого образа, это имя Шаляпина. именно это образ такой глубины, насыщенной такой правдой. И мне кажется, каждый певец не только в прошлом, но и в будущем должен думать о том, что образцом этого являлся Шаляпин. это перевоплощение каждого должно привлекать. И стремление к этому у каждого должно быть. Я говорю о том, о каждом певце в будущем. Мне, как певцу, прошедшему уже много годы на сцене, хотелось бы вспомнить и мое пребывание на сцене бывшего Мариинского театра. В 1925 году будущим молодым певцом, но имея уже достаточный репертуар, вступив в труппу Мариинского театра, мне вначале пришлось петь то, что уже в моем было репертуаре. В последующем мне предложили исполнить Ивана Грозного в опере в Скавлитянске. Мне было лестно, что мне дирекция во мне видела исполнителя, который может справиться с столь тяжелой, интересной, глубокой стороной этого образа. И вместе с тем было страшно после исполнения Федора Ивановича Шеляпина, который на протяжении десятилетий показывал воплощенный этот гениальный им исполненный образ. Но вместе с тем с одной стороны было и страшно, но молодость это дерзание. И я дерзал, но видел, понимал, что если мне руководители оперного театра предложили исполнить, значит вы мне видели какие-то качества, которые бы я мог выявить. Я и стремился в этом. не видишь Шеляпина, а вот та атмосфера, которая окружала меня на сцене этого, его атмосфера это осталось. В какой-то мере я отразил этот образ, ибо он, этот спектакль продолжался в течение многих последующих лет. трудно было молодому певцу начинать с того, что было на продолжении многих лет показано перед той публикой, которая видела Шеляпина в этом образе. То ли снисхождением на мою молодость, то ли я действительно приблизился в какой-то мере и убедил в правильности изображаемого образа. Во всяком случае, мое стремление было сделать так, в какой-то мере напоминало то неповторимое, которое дал Шеляпин. Можно? Не выпало счастья, большая ответственность принять меня. Работая на сцене Мариинского театра, мне выпала большая ответственность и большое счастье, конечно, исполнять тот образ, который пронес великий Шеляпин в течение десятилетий. Конечно, это огромная была ответственность, и молодость, которая дерзает, дает право и возможность, чувствуя, что во мне есть те необходимые средства, которым бы я мог располагать для исполнения этого огромного и интересного образа. И вот моей мечтой было всегда когда-нибудь встретиться с Шеляпином. И был такой случай, когда в 1929 году я уехал за рубеж и выступал в Париже, в Лондоне, в Монте-Карло и других городах европейских. тогда вот, когда я выступал в Париже, в это время Шеляпин был в Лондоне. Возможность встретиться у меня была. Его товарищ по сцене, который служил еще дореволюционное время на Мариинском театре, это Александр Михайлович Давыдов, замечательный исполнитель целого ряда образов, хотел познакомить меня с Шеляпиным, но, к сожалению, мы все время так не встречались. Я был в Париже, он был в Лондоне, я уехал в Лондон, он уехал в другое место. Единственное, с кем мне пришлось встретиться, это на концерте Сергея Васильевича Рахманинова. Я с ним познакомился во время антракта его концерта. Все. А? Моя мечта встретиться с Федором Ивановичем Шаляпиным, пожать руку тому, который так высоко поднял знамя русского оперного искусства, не могло осуществиться. Единственное, это осуществилось на полосе газеты в Париже, где было написано имя Шаляпина и рядом стоящая моя фамилия о том, что я исполняю концерт. знакомство было мое и сейчас я вам расскажу. При обстоятельствах очень таких я вам коротко расскажу. Ну, я не знаю, что это об этом вы говорили или нет. Ромео, поскольку тогда, ну, в те времена дореволюционный художник не так тщательно относился к костюму. Ну, так были какие-то стандартные представления о том, как должен быть одет Ромео, все. Собинова это не удовлетворяло. Он всегда хотел найти подлинность, то, что помогало образу. И поэтому, например, Собинова, вот эта статуэтка, сделанная скульптором Судьбининым Ромео, это подлинный костюм Собинова. И вы обратите внимание, ярко-рыжий парик. Оказывается, папа обнаружил, что молодые люди тех времен, описанных Шекспиром, красили волосы в рыжий цвет. Это было модно. И поскольку Ромео относился к такой очень светской молодежи, то он и решил, что Ромео должен быть ярко-рыжим. И вот сохранился это такой подлинный по цвету. Сам костюм находится в Бахрушинском музее, парик. Все. Он находил разные детали подходящие. Вот, например, для последнего акта трагического Ромео, вот у него был такой кинжал, который он тоже привез из Италии. У него уже для того акта были вот эти четки, тоже тех времен, настоящие четки. это все сохранилось у нас пока дома. Ну, я еще очень хорошо помню рассказ о Леонгрине. Ведь Леонгрин опера Вагнера, которая всегда считалась таким героической оперой, рыцарь, воинствующий Леонгрин, приходил защищать Эльзу. А Собинов обнаружил, что это легенда кельтского происхождения, а не германского, и что образ более нежный, что он это образ, который несет тепло, добро, свет, лучезарный. И вот Мясоедов на своем портрете Собинова в Леонгрине таким изобразил. Собинов очень тщательно относился к тексту опер. Им очень важно было, поэтому он заказывал обычно для иностранных опер переводы специальные. Коломийцев ему делал перевод Мюнгрина заново. Он сам переводил опер. Он перевел оперу Богема, которую он ставил как режиссер. Это единственный его режиссерский опыт, еще дореволюционный, он поставил оперу Богема. А дальше уже он занимался, он был директором одно время Большого театра, первым выборным директором после революции он был в Большом театре, потом он еще раз возвратился к административной этой должности, но он понимал, что это ему мешает творчеству, поэтому он больше отказался подал заявление, что он не может совмещать свое творчество с административной работой. Что же еще я могу сказать? Вот работа над образом Орфея. Орфей был потрясающий спектакль, редкостный, это бенефис хора Мариинского театра, в котором сплелись такие имена, как постановка была Мейрхольда, художник был Головин, балетмейстер был Фокин, и Орфея пел Собинов. Партия Орфея Глюком написана была сперва для тенора, но потом по своей трудности тенора не пели ее, и пела контральто. А Собинов вернулся к первому варианту Глюка, и вы посмотрите, какой был Собинов в этом спектакле Мариинского театра. К сожалению, фотографий подлинных не сохранилось, то есть них просто не было. Есть только зарисовки художницы Андерсена. Но этому предшествовала очень большая работа особенного. Он изучал пластику греческих горельефов. Для него его друг скульптор Михаил Аркадьевич Керзин делал специально зарисовки пластические, типичные для времен мифологии. Вот это все служило материалом его, плюс работа замечательного художника Головина, которая украшала этот спектакль. И в результате этого спектакля Собинов был подарен благодарственный адрес, тоже с рисунком Головина и с подписями всех участников спектакля. Тоже красоты необыкновенной. Спектакль, говорят, был удивительный, но он прошел всегда любил петь. Я не знаю, кого это, итальянскую какую-то песенку, собирались гранды по вопросам чести. И все ему подпевали. Вообще здесь было всегда людно, весело. И меня всегда поражало, что когда я шла по улицам вместе с папой, то его всегда все почтительно и радостно приветствовали. Даже те, кто, по-видимому, не был с ним знаком. Они все улыбались, они радовались тому, что идет особенно. и я всегда это чувствовала, вот эту любовь. И до сих пор меня в Большом театре, вот старые работники Большого театра встречали настолько трогательно, настолько удивительно. Причем, конечно, они встречают не меня, они встречают меня, потому что я имею отношение к особенному, к которому они сохранили преданную любовь, за его удивительное, чуткое, доброе сердце, за его доброту, за его безотказность, ведь он бесконечно помогал всем и вся, чем только мог. Хватит. В нашем доме была одна самая дорогая для нас гостья, которую папа бесконечно любил, любил как человека и как свою партнершу. Он считал, что лучше, чем Снеждановый, ему не с кем петь. У них сливались голоса, они пели как одно целое, и Антонина Васильевна очень любила петь с папой, и папа очень любил петь с Антониной Васильевной, хотя он пел и с другими очень хорошими певицами, с Валерью Барцевой и так далее. А вот это фотография Антонины Васильевны Неждановой, которая всегда висела в этом кабинете. И у Антонины Васильевны тоже всегда висел портрет Собинова, стоит бюст Собинова, потому что их творчество блэк, от